МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Илолов Мамадшо Илолович. Академик, президент Академии наук Республики Таджикистан. Доктор физико-математических наук, профессор. Иностранный член Национальной академии наук Казахстана. Награжден медалью Пушкина сфера научных интересов, теория дифференциальных уравнений и ее приложений. Автор более ста научных трудов, в том числе двух монографий. Член ряда комиссии Международной ассоциации Академии наук. Здравствуйте. Наша лекция будет посвящена эволюционным системам и некоторым их приложениям. Основная цель – это дать математическое описание эволюционных систем. Это не ново, надо сказать, но в такой общей постановке, может быть, это будет делаться впервые. Я, прежде чем приступить именно к математической части нашей лекции, хотел бы уточнить некоторые основные термины и понятия, которые у нас встречаются в лекции. Это, прежде всего, я хотел поговорить немного о термине, о понятии эволюции. В современной литературе понятие эволюции встречается как в узком смысле этого слова, так и в широком смысле этого слова. Я думаю, что понятие в узком смысле эволюции всем вам должно быть известно. Эволюция – это когда термин «эволюция» употребляется для описания процессов формирования и развития биологических систем. Вы, наверное, об этом слышали, вы знаете об этом. Нас больше будет интересовать смысл термина и понятия «эволюция» в широком смысле. То есть в смысле проявления принципиально новых, уникальных определений, параметров, категорий, систем, не имеющихся ранее. Часто в современной литературе категория «эволюция» используется вместо категории «развитие и изменение». Я хочу подчеркнуть, что понятие эволюции все-таки шире, имеет свое значение, чем эти категории «развитие» или «изменение». Я напомню, что «эволюция» – термин происходит от латинского «эволютио» и в переводе на русском языке означает «развертывание». То есть «развертывание» – это не просто развитие, это не просто изменение. Вот, значит, если будем обратить внимание на термин «развитие», то «развитие» констатирует появление новых, ранее не присущих некой системе признаков только в локальном смысле. То есть в смысле для этой системы, для этой данной конкретной системы. Для эволюции же в широком смысле, то есть для понятия эволюции, новизна определения должна быть принципальной не только для рассматривания частной системы, но и для мира в целом, в глобальном смысле. Кроме понятия эволюции, нам в нашей лекции нужно объяснить, что мы понимаем под термином «система». Система – это кластерные, сложные образования, части которых действуют согласованно, или фрагменты которых действуют согласованно, конгрентно и разделяют общую судьбу. Сегодня нельзя говорить о физических, химических, биологических и так далее системах. Имеются инии кальсификации систем, такие как системы равновесные, слабо неравновесные или сильно неравновесные. Силенные равновесные системы стали известны недавно, а именно они составляют категорию систем, которые развиваются в физическом, химическом, равно как и в биологическом и человеческом мире. Есть какая-то задача, которая относится к физике, задача, которая относится к химии, задача, которая относится к биологии. Сегодня, на данном этапе развития науки, и не только науки, но и знания в целом, речь идёт уже не об этой классификации по дисциплинам, а более глубокая, иная классификация, о чём я только что говорил. Мы этой классификации обязаны Пригожину. Есть такой наш современник, великий учёный, Илья Пригожин, лабораторный обыск премии, который вместе с своими учениками где-то в конце 60-х годов выдвинул понятие неравновесные системы. И он показал, что большинство сложных образований, которые так или иначе мы должны в них разобраться, они ведут себя как неравновесные системы. Такие системы обычно нелинейны, необратимы и проходят через неопределённые формы. Именно вот эти неравновесные системы являются предметом анализа группы Пригожина и их последователей. Неравновесные системы не стремятся к минимальной свободной энергии и максимальной удельной энтропии, но усиливают определённые флюктуации и переходят в новый динамический режим, который радикально отличается от стационарных равновесных и слабо неравновесных состояний. На первый взгляд кажется, будто системы в сильно неравновесном состоянии противоречат знаменитому второму началу термодинамики. Действительно, как могут системы повышать свой уровень сложности и организации увеличивать свою энергию? Такой вопрос возникает. Второе начало термодинамики утверждает, что организация и структура любой изолированной системы стремятся исчезнуть, уступая место однородности и случайности. Современные учёные знают, что развивающиеся системы не изолированы, и поэтому второе начало термодинамики не полностью описывает происходящие в них процессы, точнее то, что происходит между системами, окружающей их средой. Системы неравновесные всегда с необходимостью являются открытыми системами, поэтому изменение энтропии в них не определяется однозначно необратимыми внутренними процессами. Протекающие в таких системах внутренние процессы не подчиняются второму закону термодинамики. Свободная энергия, единочно затраченная, не способна более выполнять работу. Но энергия, необходимая для совершения работы, может быть импортирована открытыми системами из окружающей среды. То есть мы видим, что наряду с замкнутыми системами, которые функционируют за счёт внутренней своей энергии, существуют и открытия системы, которая соприкасается с окружающей средой. И вот открытия системы как раз являются сильно неравновесными системами. Их состояние сильно неравновеснее, то есть они в принципе не стремятся к равновесию. Это структура, структурно они определены таким образом, что развитие этих систем именно задаётся открытыми системами. Тем, что они со внешней средой имеют, для них имеется возможность как бы брать что-то, импортировать что-то из окружающей среды, и это позволяет им функционировать во времени. И наблюдаемая динамика эволюции сложных систем стимулирует развитие новых теоретических средств. То есть изучение в особенности относится к нелинейным изменениям в динамических системах, для описания которых непригодны те математические средства, которыми имеем. То есть для описания которых плохо пригодно дифференциальное исчисление. Раздел математики традиционно используемые для моделирования изменений. В своей стандартной версии дифференциальное исчисление предполагает, что изменения гладко и непрерывно. Современный раздел классической динамики теории динамических систем возник, чтобы решить проблему описания негладких изменений. Специалистами разработаны новые математические модели поведения сложных систем, не только потому, что эти модели представляют самостоятельно чисто теоретический интерес, но и имея в виду возможные приложения к сложным системам в реальном мире. Модели, представляющие собой обыкновенные дифференциальные уравнения, уравнения в частных производнях эволюционного типа и, конечно, разочные уравнения, как отдельные, так и системы, так и их системы, воспроизводят динамические системы поведения сложных систем. Разработка имитационных моделей не ограничивается областью их реального применения. Специалисты по теории динамической системе исследуют всевозможные модели в рамках возможности использования математического аппарата, а затем ищут те классы эмпирических систем, которые могут быть при имени построенные модели. Такой гипотетико-дедуктивный подход порождает множество разнообразных моделей, позволяет воспроизводить множество режимов и сулит, существенно расширит наше понимание разрывных преобразований и поведения множества различных сложных систем. Теория динамической системы описывает сложные реальные системы с помощью моделей той или иной степени сложности. В моделях главные скачкообразные изменения в поведении системы представлены бифуркациями. Последние появляются на фазовых портретах систем из-за изменения положения рычагов управления. Это значение критических параметров. Бифуркация моделируется как переход от одного типа аттрактора к другому, например, от статического аттрактора к периодическому. Система, бывшая до того устойчивой, начинает осциллировать, а при переходе от периодического аттрактора к хаотическому поведению системы, совершавшая до того периодическое колебание, становится хаотическим. Такие бифуркации, получившие название периодические колебания, составляют лишь одну из разновидностей фундаментальных изменений в поведении системы. Помимо них существуют также взрывные или катастрофические бифуркации. Катастрофические бифуркации представляют собой внезапные, как гром среди ясного неба появления или исчезновения статического, периодического или хаотического аттрактора. Бифуркации – это те разновидности прообразования, которые лежат в основе эволюции всех типов реальных систем, от атомов химических элементов до биологических видов и целях экологии и общества. Таким образом, эволюционные системы призваны проанализировать те сложные и очень сложные явления современного мира, которые и поддаются анализу к каким-нибудь простым методам, которые известны ранее. И вот сейчас мы переходим к математической части нашей лекции. Я хотел бы привлечь ваше внимание к уравнениям. Мы рассмотрим нелинейную динамическую систему, заданную в форме задачи Каши для системы обыкновениях дифференциальных уравнений. Значит, вот такая постановка называется задачей Каши. Вы знаете, наверное, об этом. Мы предполагаем от известной функции f правой части, мы требуем дифференцируемость по пространству примерно y, y. И что для всех t, для всех значений времени, выполняется тожество. Другими словами, ноль является равновесным состоянием в системе 1. Тогда уравнение 1 запишем вот в таком виде. Понятно, почему мы можем его так записывать? Потому что мы продифференцируем f по y, свободный член, когда мы считаем значение в нуле, оно равняется нул. И вот первое производное мы обозначаем через a, y, t на y и получаем вот такой вот вид. Это уже, это тоже нелинейное уравнение, но оно отличается от уравнения 1 тем, что нелинейность такая специальная, квазилинейная. Квазилинейная. Там была общая нелинейная функция, а здесь квазилинейная функция, где a, y, t, некоторая дифференцируемая матрица, значная функция. Отметим, что такое представление не единственное. То есть, если имеется вот два таких представления, y через a1 и y через a2, представляют, если они одну и ту же систему, то вычитаем и получим вот такое вот уравнение. И это означает, что матрица B, разность матрицы a1 и a2, имеет ядро, совпадающий с множеством r, где r является область определения, функции a в уравнении 2. То есть, совпадает с этой областью. Имеется пример. Вот рассматривается осциллятор в андерполе. Это уравнение второго порядка нелинейного уравнения, второго порядка инференциального уравнения нелинейное. Его можно записывать в виде двух уравнений, системы двух уравнений. Первое уравнение также является нелинейным, а второе линейное. То есть, y1 с точкой пишется вот таким образом, y2 с точкой, равной минус единице. И вот векторную запись, если ввести вектор y, то можно переписать систему 4 в виде векторного уравнения. y с точкой, равной вот этой матрице, умноженной на y. и тогда мы можем записать вот так, как мне показали в формуле предыдущей, но можно и записывать это уравнение в таком вот виде. Эта запись отличается тем, что здесь добавлено y2 и вычислина. То есть, вот можно два представления иметь. 5 и 6. Вычислим теперь матрицу byt, то есть разница между матрицей a1 и a2. В этом конкретном случае легко посчитать. Тут всё написано, что эта матрица будет иметь вот такой вот вид. и если теперь умножить by на y, то мы получим 0. Можно иметь разные представления для квазолинейного случая. Далее мы будем считать, что уравнение 1 имеет глобальные решения, ограниченные на всех компактных интервалах времени t. Под глобальные решения мы понимаем, значит, глобальные по времени имеется в виду, по t. То есть, на всём области определения функций, которые встречаются в уравнении правой части или коэффициенте, уравнение имеет решение. Решение, так сказать, можно определить на всех этих компактных интервалах. Можно отметить, что хотя многое из того, что будет изложено ниже, верно ли с тем уравнениями, имеющих решение, уходящее на бесконечность за конечное время. Это что означает? Вот я попробую это на примере показать. В современной литературе такие решения называются коллапсирующими, или blue-up пишут в англоязычной литературе, или режимами с обострением. Например, для вот такого простейшего скалярного уравнения, y, штрих равный y квадрат, мы будем рассматривать компактные поддервали, на которых решение определено. То есть, за конечное время решение этого простейшего уравнения может уходить на бесконечность. Тогда мы будем иметь дело с компактными поддервалями, на которых решение определено. То есть, мы исключаем те точки, где решение уходит в бесконечность. Основная идея нашего подхода состоит в замене системы 1, вот ту нелинейную систему, на последовательную систему линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами вида 8. Значит, и здесь номер приближения. Вот y в нуле равно y в нулевому. Так? Это y в нулевое, то же самое y в нулевое, которое у нас в самом начале было задано в задаче Каши. Это начальное значение. Так? y в нулевое равно y в нулевое. Тогда y1, y1, y точка 1 равняется а от y в нулевое, t на t y1. Если мы подставим вот в наше уравнение y 0, то для y1 мы получаем линейное уравнение. Более того, не только что линейное уравнение, но и линейное уравнение с постоянными коэффициентами, причем потому что y в нулевое у нас задано. Это начальное значение. То есть в первом приближении мы получаем линейное уравнение с постоянными коэффициентами. Вот об этом здесь мы пишем. Во многих случаях мы можем, брат, y, 1t равно y в нулевое, да, начинаем мы с единички, а не с нуля. Нуля здесь нет. Первый номер – это единица. Если поэтому y1 0 равно y нулевому, тогда y2 с точкой равняется а y1 от t, от t умноженное на y1. Ясно, что чем ближе y1 к истинному решению, тем быстрее исходим из метода. Если мы обозначим решение 2, проходящее через y 0 при t, равное линейному уравнению, то будет иметь точно это решение. Ну, всё, что здесь написано, это всё достаточно очевидно, и останавливаться больше на этом я не думаю. Значит, во втором пункте мы говорим по поводу существования и единственности решения. Вот мы здесь сформулируем безнаказательство. Такой стандартный результат у существования единственности решений нелинейных уравнений деля задачи Каши. Имеет место теорема. Система уравнений, вот, у нас именно эта система уравнений рассматривается, имеет единственное решение для y 0, tau из этого множества, всё здесь расписано, мы его обозначаем через r, то есть область определения правой части. функции, если функция f f при y t из области определения, то решение существует для всех t таких, что t меняется вот на этом отрезке, где альфа есть минимум a и b дали он и на m, и для системы 2 имеем вот такой вот, такой, для правой части системы мы получим вот такой вот оценки. если a y t ограничена константой, ограничена константой k на r. Следовательно, в этом частном случае решение существует, по крайней мере, для t из области t минус tau меньше равной альфа, и альфа найдена и записана в виде вот этого уравненства. В третьем пункте из-за общей вот постановки, из-за общей вид задачи каши мы увидели логистические системы. И подход, который предложен в самом начале, его легко иллюстрировать на примере логистических систем. Основная структура логистических систем выглядит так. То есть логистическая система это такая система, где одна выделенная, неизвестная. Вот для первого уравнения это, значит, мы записываем для неизвестной. Первое уравнение для неизвестной y1 и так далее. n уравнение для неизвестной yn. Где y обозначает фактор, соответствующий компоненте векторного поля. Эту систему ясно, легко видеть, что ее можно записать вот в таком вот виде. в виде векторной или матричной. То есть мы берем вот по этим переменям y1 и yn, выделим матрицу и записываем его таким. Если вы примножите эту матрицу на этот вектор, то мы получим систему. То есть матрица, которую мы выписываем для этой системы, имеет диагональный вид. и итерации дают нам разделяющие линейные уравнения вот такого вот вида. 11. Значит, эти итерации у нас приводят к разделяющим линейным уравнениям вида. И далее решения аппроксимирующихся последовательности задаются вот в таком виде. Все это легко выписывается из 11 и мы получаем систему мы получаем последовательность уравнений, где y китая в нуле равно y 0 для всех y то есть для всех членов последовательности мы имеем одно и то же начальное значение. Начальные значения одинаковые. Это означает, что каждый каждый член последовательности от первого до n и так далее для всех этих уравнений начальные условия задаются одинаково. То есть в нуле значение решения всех уравнений равняется y к 0. Это представление может быть использовано по доказательству устойчивости логистических систем. Мы говорим об адаптации известного метода последовательных приближения Пекара. Но зачем нам эта адаптация если есть метод приближения Пекара? Дело в том, что метод последовательных приближения Пекара это осуществляется через переход от дифференциальных уравнений к интегральных уравнений. Интегральные уравнения будут нелинейными и все сложности связанные с нелинейностями переходят на интегральные уравнения. Мы же предлагаем в дифференциальных уравнениях сделать аппроксимацию то есть мы аппроксимируем приближаем эту нелинейную систему вот нелинейную систему 12 с точкой равной ау и но равно у нулевое ее можно записать вот в таком вот виде другом в котором начало уже у равное нулю является точкой равновесия и предполагается локальное условие липщица то есть нелинейную систему 13 можно аппроксимировать через следующую систему линейных зависящих от времени приближений значит далее что мы делаем мы решаем каждый член этой последовательности решение обозначим через y t значит они могут быть найдены численным методом эти решения в исключительных случаях явным образом можно выписать эти решения и самое главное они сходятся к решению нелинейной системы вот выписан этот предел лимит истремляющих бесконечностей y от стремится к y t равномерно для t мы заметим что первое приближение y1 равное y0 y1 y1 0 равное y0 линейная независимая от времени система поскольку замена yt на начальное значение приводит к постоянной матрице первого уравнения то есть первое уравнение первый член нашей последовательности отличается от других череп последовательности тем что уравнение получается с постоянными коэффициентами очевидно что уравнение с постоянными коэффициентами решается просто существует множество методов решения таких уравнений а в случае с примененными коэффициентами дела обстоят куда сложнее Результатом этих рассуждений является следующая теорема Предполагается, что матрица А из РН в РН умноженная на РН РН в квадрате написано, то есть здесь написано РН Прямое произведение на РН дважды Предположим, что А локально липчится има Тогда последствия функции Y и T Определенная последствием формул 14, 15, 16 Сходится равномерно на 0, T Деление которого T больше 0 в пространстве C0, ТРН Теорема 2 позволяет доказать глобальную сходимость В том смысле, что если решение нелинейного уравнения существует И ограничено на 0, TAU, СР То последовательность приближения равномерно сходится на 0, TAU К решению нелинейного уравнения В пятом пункте, с нейным системам То их можно принести как сильное дифференциальное уравнение в частных производных Основная идея, как и прежде, заключается в том Что записать эволюционное уравнение в виде 17 DY по DT равное NU Где U, TX из пространства L2 0 бесконечное L2 Омега для некоторого открытого множества Омега из РН И некоторую нелинейную функцию N В виде псевдолинейного уравнения Для некоторого нелинейного дифференциального оператора А То есть точно так же, как и в конечномерных случаях Предполагаем, что функция N представима в виде 18 Тогда мы предложим последовательность приближения Y и T Заданную уравнением DY, DT равное AY-1 Ui-1, Ui-1 Подход, предложенный здесь Состоит в приложении техники дифференциальных уравнений в частных производных Которая имеет регулярную дискредизацию В том смысле, что последовательности Конечномерных дискредизаций существуют и сходятся поточечно Почти везде к решению уравнений в частных производных Это, конечно, зависит от степени гладкости этих уравнений И конкретную задачу, которую, я считаю, нужно рассматривать В качестве иллюстрации этого общего подхода Это Стефана Мы рассмотрим область Омега Которая делится на две части Омега-1 и Омега-2 Эти области, вообще говоря, несовязные Могут быть связными, но, вообще говоря, несовязные они В которых материал существует в жидком состоянии в Омега-1 В твердом состоянии в Омега-2 Так что Омега – это сумма Омега-1 и Омега-2 Смена фаз, конечно, происходит на границе Дельта-1 и Дельта-2 Омега-1 и Омега-2 И эти границы совпадают между собой Предположим, что в каждой области Омега-1 и Омега-2 Протекает простой процесс теплопроводности Тогда мы имеем для Омега-1 уравнение С коэффициентом альфа-Л А для Омега-2 уравнение с коэффициентом альфа-С Это представлено в виде уравнений 20 Для линейного Тау больше нуля Альфа-Л и Альфа-С соответствующие коэффициенты для жидкой и твердой фазы В этой форме задача состоит из пары линейных уравнений Определенных на некоторых областях в Омега С неизвестной границей между ними Задача о движущихся границах Переводит к серьезным трудностям в теории уравнения в частных производных И мы постараемся сформулировать эту задачу В виде одного нелинейного уравнения в частных производных Который подлежит анализу с помощью нашего метода Так, во-первых, заметим, что классические ограниченные условия Стефана Встанавливают, что подсчет латентного тепла на границе Производится как разность теплового градиента Вот в виде вот этого вот соотношения На дельта гамма-1 Где ВН скорость движущейся границы РО плотность Л латентное тело К коэффициент теплопроводности Н нормаль на границе фазы Состав энергии в жидких и твердых областях Задается, соответственно, равенствами Вот через ЕЛ мы обозначим Л плюс интеграл Для У больше УМ И для ЕС Интеграл Л плюс ЦС Для У меньше УМ Где ЦЛ и ЦС соответствующие характеристике теплопроводности К коэффициент теплопроводности Мы предполагаем, что плотности каждой из фазы Равнее и постояннее Задались с помощью Вот таких соотношений АЛФАЛУ Равное КЛ деленное на РОЦЛУ И АЛФАСУ равное КС На РОЦСУ И выражение для энергии может быть унифицировано Через характеристические теплопроводности И тогда коэффициент теплопроводности Определяется как АЛФАУ АЛФАУ выписано через АЛФАЛ и АЛФАС В простате предположим, что данный коэффициент Постоянный в каждой фазе То есть в жидкой фазе это коэффициент равно АЛФАЛ А в твердой фазе это коэффициент равно АЛФАС Это дает необходимую аппроксимацию во многих случаях Мы можем также использовать гладкую Бесконечно гладкую функцию АЛФА Которая равна АЛФАС Для У меньше равной УМ минус Эпсилон И АЛФАЛ для У больше Правда, УМ плюс Эпсилон Это позволяет преодолеть технические трудности Все связаны с теорией, что они единственные решения Для уравнения в частных производных Итак, уравнения 20 могут быть унифицированы Как одно уравнение 22 ДУПДТ равное АЛФАУ Дельта У Где АЛФАУ задана формулой 21 Чтобы решить систему 22 Вводим последовательность линейных задач То есть мы приступаем к реализации Нашего общего метода К этой конкретной задаче Стефана Вводим последовательность линейных задач 23 С некоторыми начальными условиями УИ и У0 УИ задается по Х При Т равной 0 И У0ХТ задается На отрезке 0 ТАУ И граничными условиями УИ На границе Д Омега Заметим, что мы берем целое нулевое приближение Равное начальной функции ФХ для всех Т Мы могли выбрать любую другую допустимую функцию Что позволяет утверждать Что для первого приближения У1 Мы берем решение уравнения 24 ДУ1 по ДТ Равное альфа от У0 Дельта У1 Или иначе Когда мы вместе У0 поставим Значение Начальной функции То получаем ДУ1 по ДТ Равное альфа Ф от Х Дельта У2 ХТ Хорошо известно, что каждый из уравнений 24 Имеет единственное решение Чтобы доказать сходимость последних решений Мы приближаем каждое уравнение 24 К количеномерной аппроксимации Для простоты рассмотрим только одномерный случай То есть вместо аппарата Дельта Аппарата Равнепраса Рассматриваем вторые производные по Х Это будет одномерный случай Значит, общий случай Дельта Устанавливается аналогичным образом Итак, рассмотрим одномерную сетку Температуры УХТ Запишем УЖИАТ УИТ ЖЛ деленное на Н Ж меняется Одинницы до Н Большое Тогда мы получим систему ДУПДТ равная А На У Где У вектор Заданный И А матрица Начальные значения Также выписаны УИНО равное У нулевое УИ равное У один И так далее УН И У нулевое Это Значение функции Ф Начальной функции ВЛ деленное на Н Два Л деленное на Н И так далее Н минус единицы на Л деленное на Н И Ф от Л Следовательно Мы запишем систему В форме ДУИПДТ А СВОНОЙ УИ Минус единицы УИ У ноль Равное У нулевое Поскольку А СВОНОЙ Локально Лепшится ему То мы получим Следующее утверждение Последовательность Температуру УИ Заданной Уравнениями 25 Сходится почти везде На компактных Интервалах Когда Т Стромидской Всконечности И Н Стромидской Всконечности К решению Уравнения 24 Здравствуйте Я Стапенко Дмитрий Академия Континент Аспирант Вот с распадом Союза конечно Состояние в науке Финансирование Поменялось Но тем не менее Наши современные Молодые ученые В том числе И математики Получают премии Международные Отказываются Даже от них Вот Как мы все знаем Хотелось бы узнать Вот как вы сейчас Оценываете нашу Там вообще Советскую Ну Науку С ССНГ В том числе Состояние И Какие перспективы Видите Для развития Математики В частности Очень хороший вопрос И вопрос Как говорится В общем Для меня Как-то Потому что я Руковожу Академией Наук И конечно же Это Очень такой Трудный вопрос Если бы я Не был бы Свидетелем Значит Триумфа Советской науки То Наверное Мне легко Было бы Ответ На этот вопрос Но я Это Помню Какая Была Наука И она Престала Существовать Это конечно Не только Это Как говорится Плакать Не имеет смысла Никакого Но Я считаю Что Один из Самых Главных Феноменов 20 века Это Большая Советская Наука Которую Мы потеряли Ну Она Не исчезла Конечно Бесследно Во-первых Наши Коллеги Вот те Которые Ну Со мной Учились В конце 60-х Годов Или попозже Там учились В 80-е Даже Годи Они Сейчас Успешно Работают В научных Центрах Всюду В мире Мы с ними Встречаемся На международных Конгрессах Они Они лучшие Мы этим Гордимся До сих пор Я думаю Что И они И те Которые Остались На территории Бившего СССР Мы все-таки Несем Некую Ответственность За то Что Наши Ученики Наши Сновья И наши Венуки Также Шли в науку Потому что У нас Очень Солидная История Науки В этих Странах И я Уверен Несмотря ни на что Несмотря ни на что Катастрофическое Падение Финансовой Поддержки Со стороны Властей Все-таки Наука Она не умирает Я уже об этом Говорил Она имеет Свойство Перемещаться Из одного Центра В другой Значит Нельзя Говорить Что наука Вот она Исчезла Она никогда Никуда не исчезает Она просто Двигается Там где ей удобнее Там она появляется Но я уверен Что И нынешние Эти независимые Страны На постсоветском Пространстве Они начинают Понимать Начинают Осознавать Что Без науки Нету Будущего Тем более Наше время Сегодня Нельзя Вот все Что мы говорим Инновации Там Инвестиции Там Различные Другие Красивые термины Все это Пустой звук Если не будет Наук Если не будут Люди науки Если не будет Научный подход Сегодня ясно Что даже в политике Требуется Ясный Четкий Научный подход Иначе Ничего Не имеем Поэтому Я уверен Что В наших Странах Будут Новые Поколения Ученых Которые Как и В 20 веке Будут на Передовых Позициях У меня Этой уверенности Есть Я вот Вижу Вас Молодых Людей Которые С интересом Слушают И Которые Понимают Я надеюсь Что Будешь И за вами За молодыми Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА